Мы так на Донбассе, русских танков больше, чем во всей британской армии. Такое заявление сегодня сделал глава украинского МВД, одиозный Арсен, в смысле Аваков, покопавший, судя по всему, в своей беспокойной, тревожной голове, сосчитал российские танки 478 штук. Такова теперь официальная версия. Ну и все, что мешает этим танкам двинуться, как говорится, до британских морей, это никогда не поверите, великая армия Украины, еще более мощная, которая удерживает бешеную собаку режима, продолжаем цитировать. Британцы, конечно же, удивились, ну а мы улыбнулись. Мы стоим перед угрозой, которая у наших границ. Мы, по сути, держим бешеную собаку путинского режима на своей границе, не пропуская его в Европу. Ну, посмотрите, да, вообще в той самой Британии, которой танков не хватает, и вот для которой Украина, по всей видимости, ветеринаром работает, чтобы бешеной собакой управляться, так вот оттуда сегодня пришла новость не менее сенсационная. В России, возможно, шансы малы, но возможно, будет новая перестройка, перестройка 2.0. По крайней мере, об этом заявила кандидат в президенты, вернее, все еще кандидат в кандидаты. И пока еще Ксения Собчак в программе BBC Hard Talk. Жесткий разговор, если по-нашему. Я хочу построить в России партию после этих выборов. Сильную партию с сильным лидерством, которое через следующие 6 лет придет к новым выборам с действительно значительным результатом. Я уже говорила и могу повторить, что между революцией и эволюцией я всегда выберу эволюцию. Если это будет сделано таким образом, Путин или кем-то другим, я думаю, это наилучший путь для России, эволюционный путь либерализации. Новая перестройка – это моя главная цель. Я не хочу новой революции на улицах, потому что это будет кровь, и мы знаем, чем это оборачивается. The new перестройка. Чем оборачивается перестройка, мы с вами, конечно, прекрасно помним, ну и расхлебываем, наверное, можно сказать, до сих пор. Но из Лондона, где выступила кандидат в кандидата в красном красивом платье, переносимся в заснеженные окопы Донбасса. Не знаем, кто там кого сдерживает, кто есть бешеная собака какого режима, но, похоже, с захватом нескольких поселков. В той самой серой зоне украинская армия проложила себе прямую дорогу в Новый Котел или в Гаагу. Дело в том, что ВСТУ находится в низине, у нас господствующая высота, поэтому мы все их непередвижения видим как на ладони. Как они укрепляются, ставят свои минометы, то есть располагают орудия. Мы это все видим. И в случае провокационного огня мы готовы их уничтожить. Вообще смешные такие, да? Зачем было завоевывать деревни, которые в низине? Вообще военное планирование, конечно, в принципе, отсутствует. Впрочем, Киев от передовой далеко и представление о том, что там происходит, имеет, похоже, весьма посредственное. Тем не менее, провокации, это сегодня тоже заявил тот самый Арсен Аваков, не то чтобы не исключаются. Они планируются. Минские соглашения, заявил этот человек, теперь официально использовались Киевом только для того, чтобы восстановить силы. Но что будет дальше, пока непонятно, но даже Курт Уокер уже расписался в своем бессилии. Война, по его словам, не прекратится и в следующем году делать нечего на кону будущее всей человеческой цивилизации. Теперь Россия контролирует Сирию. Много чего в Ливии, держа как удавку фактор того, какие потоки беженцев пойдут в ту или иную стороны. Каким образом Европа выйдет из этой ситуации, зависит и от Украины. Я считаю, что Европа путем компромисса уже не пойдет. Там уже всем ясно, что это гибридная война, это глобальная война против всего мира. Это не локальные действия России в одной стране. Посмотрите, что сейчас делается в Нидерландах, Каталонии, и так каждая страна. Поэтому речь идет уже о будущем трансатлантического мира, и место Украины в этом мире намного важнее, чем казалось раньше. Леонид Иванович, помните, в 89-м году нам Рейган говорил, что Америка всегда будет сияющим градом на холме. Тут ведь новый сияющий град вырисовывается на Днепре. Вот в этом смысле шапка по сеньке. В 89-м году, и мне сейчас навевают эти же мысли, вот Нью-Перестройка, которую тут госпожа Собчачка в Лондоне написала. Ой-ой-ой, Леонид Иванович. Леонид Иванович, у нее такое, что это хорошо получилось на английском языке, вообще-то уважающий себя кандидат в президент, должен говорить на русском это раз, но Нью-Перестройка в 89-м, она началась чуть раньше, закончилась для нашей страны разрушением. Это еще одна перестройка, эволюционная, как она называет, может закончиться в том числе растерзанной Россией, чего, в общем-то, и о чем мы сегодня будем говорить в контексте Украины. Если говорить и возвращаться к теме, которую вы сейчас заявили в конце своей подводки, еще раз хочу сказать, придет Собчак, вот будет именно так, как я говорю. Почему я специально оговорился по ее фамилии? Потому что она назвала генетически вырожденной нацией Россию, генетически вырожденной нацией, и вы стесняетесь ее фамилию исковеркать? Неужели вот вам за это не стыдно? Мне стыдно за то, что она вот так вот сидит на BBC и рассуждает о том, как она будет глушить мою родную страну, в том числе освобождая ее от генетических вырожденцев. В это раз. Я на этом закончу. Теперь возвращаясь к Украине. Вот смотри, как хитро Аваков. Да и что, собственно, большие хитрости. Фамилию Авакова вы не коверкаете. Смотрите, он сначала Арсен Аваков. На русском языке, кстати. На русском языке. А украинский политик должен говорить о украинском. Да, говорит о цифрах. 400 с чем-то танков там. 78. А смотри, сколько у них танков. Штатная численность. Донецк, Луганск. Интересно. А как вы думаете? Вот он говорит, якобы это у Донецка российские танки. Как вы думаете, почему? Попросить надо противотанковое оружие у США. Именно вот на это количество надо попросить. Потому что, конечно же, американцы видят каждый танк, и они ему скажут, ну нету такого. И близко нет. Спутники летают, десятки спутников, сотни спутников. Но, тем не менее, для публики можно повторить. Что касается Уолкера, я считаю, что он честный человек. Он честно сказал о том, что быть невозможно. Я в эфире вашей передачи говорил это не раз. А вы знаете, что он Суркова назвал циничным? Да, где вы видели, правильно, Сурков ему тоже... Циничный юмор. Сурков умный человек, я считаю. Умный. Я его плохо знаю. Но умный человек. Сурков умный, Уолкер честный. Он сказал то, о чем Уолкер говорил, как фантастика у Уэльса. Вот я говорил в вашей передаче. Как это вы хотите? Вы что хотите? Вот эту вот территорию взять, окружить и отдать на растерзание вот таким Аваковым. Где вы видели линии разграничения не по линии огня? Вот где в мире? Расскажите мне. Северный Кипр, помните, я о вас говорил. Давайте не по Никосии, где турки и греки, а давайте вот так вот вокруг окружим. Ну никто же даже в уме себе этого не представляет. А вот по юго-востоку можно. А в Сирии почему нельзя? Вот в Сирии повстанцы. Ну почему нельзя? Американцы вышли, не стесняясь свои войска, вывели и говорят, не дадим повстанцев в обиду. Асад, уходи. А здесь давай окружим их. Вы уйдите, уйдите России в ООН, мы здесь сейчас в войска в ООН. И вот Уолкер наконец-то понял, что это невозможно. Что не только Калашников говорит, или другие здесь на этой передаче. Это невозможно. Сурков ему это тоже сказал. Это невозможно. Он говорит, а, невозможно, все. Но самое главное, Америке это хорошо, это выгодно. Не для этого они разжигали этот костер. Поэтому Уолкер мог быть и заблуждаться, он бесплатно приехал туда работать. Но самой Америке выгодно так же, как в Ираке, в Сирии. Им наплевать, что там разбомбленная сейчас страна в Ливии. Здесь выгодно. Не из-за Украины они пекутся, а из-за России, которую хотят дестабилизировать. Вот оттуда и из Лондона будет Собчачка ваша, которую вы тут вот здесь хвалили. Она здесь выступала у вас. Собчак. А оттуда она будет пытаться дестабилизировать нашу страну. А отсюда вот Украина вместе с США. У нас Собчак здесь не выступала. Вот вам ответ. Ну все, на всякий случай. Ну мало ли. Собчачка. Кого хотим, того и хвалим, Леонид Иванович. У нас свободное слово в стране. Вадим Валерьевич, откуда эти цифры страшные? 478 танков. Если была бы американская разведка, ЦРУ бы сообщили, они бы сами сообщили. Тут сообщает министр, простите, внутренних дел, который не имеет отношения к АТО, в принципе, никакого, кроме контроля формально за национальным батальоном. Два взаимосвязанных вопроса. Один вопрос, что будет дальше с Россией после того, когда пройдут выборы. И вот то, что госпожа Собчак дала интервью на Харток, это уже обозначило определенную позицию, что она собирается делать в случае, если не будем продолжать. И второй вопрос, что будет с минскими соглашениями, что будет в отношениях России с Украиной в следующем году. Относительно госпожи Собчак. Знаете, вот недавно я смотрел материал, в котором была очень такая интересная, как бы, такой постулат. Там президент Эстонии попросила слово на Мюнхенской конференции, и ведущий спросил, да, пожалуйста, представьтесь. А кто вы? Ее даже не узнали. Потому что вот в определенных, я бы назвал их нормальных странах, как правило, небольших, как США, Россия, там другие, президентов, премьеров, люди даже не знают. Потому что система работает, и их задача просто, как бы, выполнять свои функции в соответствии с Конституцией и законами. Мне очень бы хотелось, чтобы либо госпожа Собчак, либо, я не знаю, кого выберут россияне, это не дело украинцев, но стал таким президентом, которого россияне даже будут, по большому счету, и не знать. Потому что в России будут функционировать институты, будет функционировать местное самоуправление, будет функционировать парламент, то есть дума, как называется, да, там парламенты местные, там и так далее. И не будут просто нажимать кнопки, голосуя за те законы, которые спускаются сверху, а будут проводить дискуссию, и будут все-таки пытаться из России сделать демократическое, миролюбивую страну. Зайдем, 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 а вы станете градом на Днепре, как сказал Климкин. Господин Авакова, и вообще ситуации в Украине, я вам скажу таким образом. Минские соглашения, понятно, что не действуют, и об этом не говорил разве что Ленин. Мертвые, он сказал, мертвые. Но официальную позицию страны могут выразить три человека. Президент, премьер-министр, либо министр иностранных дел. Ни один из этих трех людей официально не заявлял о том, что Украина отказывается от минских соглашений. Поэтому они действуют. Но по моему глубокому убеждению, для того, чтобы они были исполнены, это я уже говорил не раз, нужны дополнительные инструменты. Вот сейчас появился господин Волкер. Джерелин из Америки. Он, насколько я понимаю, пытается найти какой-то компромисс в переговорах с господином Сурковым. Очень плохо, что они ведут переговоры только вдвоем. Нет специального представителя от Украины, но это вина Украины. Я говорил это еще раз повторюсь. Это президент должен назначить представителя и наставить, чтобы он был всегда в переговорах этих двоих. Но что меня беспокоит, это то, что перекладывается с больной головы на здоровье. Даже сейчас в подводке вы с таким сарказмом, с таким презрением относительно, что говорил Аваков, либо еще кто-то, показывали, что, мол, Украина виновата во всех бедах своих и вообще во всей ситуации, которая происходит. Важно одно, чтобы в России, в Москве, конкретно в Кремле появилась политическая воля для того, чтобы конфликт закончить. Будет это в соответствии с минскими соглашениями и больше не будет ничего, при наличии политической воли даже их будет достаточно. Нужен будет какой-то дополнительный инструмент, миротворческая миссия, временная администрация ООН в Донбассе, либо еще что-то. Пожалуйста. Но пока не будет политической воли, никакое решение не сможет, я имею в виду на бумаге, не сможет стать действенным инструментом прекращения этого конфликта. И это не приведет ни к чему хорошему ни для граждан России, ни для самой России как страны, ни для граждан Украины и для Украины как страны. Поэтому тут одно решение, одно желание, один призыв. Пожалуйста, господа те, что сидят в Кремле, господа те, что сидят в Госдуме, господа те, которые сидят в правительстве, наконец-то нащупайте все мужество и мудрость, найдите вот эту политическую волю, слепите ее и давайте наконец-то заканчивать конфликт. Вот как каталогия, вы так и не поняли, честно говоря. Каталогия не имеет только эскалацию, а не во Франции. Белотекущее вооруженное столкновение смерти людей и россиян, и украинцев. Вы, кстати, оговорка по Фрейду, когда показывали вот эти цифры, вы говорили, это наши. Конечно, это ваши, очевидно. Это ваш товарищ сказал, что это наши. Это ваши, да, это с России. Мы сочируем Авакова, не больше. Относительно господина Авакова, вы знаете, я бы не недооценивал этого человека, я бы не говорил агиозный. Этот человек является одним из лидеров той партии, которая контролирует 80 чем-то, не помню сколько точно, депутатов в парламенте. Это сила одна из самых организованных в Украине. Он, по сути, сейчас владеет золотой акцией. Будет это правительство, либо будут какие-то там сейчас досрочные выборы, либо еще что-то. И то, что он говорит, это уже, понимаете, это уже какие-то такие выражения тех настроений, которые в этой фракции, в этой партии есть. Поэтому вам, россиянам, я имею в виду руководителям страны, нужно с этим считаться. Да, в Украине есть партия войны, да, в Украине есть большое количество политиков, которые не собираются за все милиции. Если исходить из того, что Аваков не последний человек. Мы показывали его твиттер сегодня, он написал, что минские соглашения не работают, сказал, что минские соглашения мертвы. И вот, пользуясь терминологией нашего украинского эксперта, если попытаться нащупать в себе вот это вот политическое мужество, украинцы официально заявили, что они выходят из Минска. Ну все, Минск не работает. Вот есть ли у России какой-то план? Вот что делать дальше? Украинцы вышли из Минска, но вот пока устами Авакова. Что будет дальше, непонятно. При этом уже и сам Аваков тоже не последний украинский политический деятель. Что будет дальше? Дальше будет Новый год. Так. Причем я напоминаю, что следующий год, год собаки. Поэтому видите, какое тут переплетение, совпадение. Собак, собак упомянули бешеных, да? Собчак, собак, Ав-Ав, Аваков. Да что ж такое? Что же, да? Вокер, значит, тоже что-то такое. Ну и медведь. Медведь это тоже собака. И даже если медведь не бешеный, абсолютно. Медведь это тоже собака. Это официальное заявление справедливой России. Ну, наступать на хвост, на лапу. Тем более зимой. Узлите. Да, еще пока не в спячке. Вот это уровень экспертов. Вот такая ситуация. Никита Викторович. Что будет? Ну, наступили, да, взяли две деревни. И говорят, а посмотрите, что сейчас бешеная собака будет делать. Ну, давайте посмотрим. Она же медведь. Давайте двигайтесь дальше. Итак, о кандидате Собчак. Кандидате в кандидаты. Собчак. Ну, только в страшном сне, таком фантастическом, вернее, кошмарном сне. Помните, Иван Васильевич меняет профессию. Вот там этот кандидат может стать президентом. Поэтому, если кому-то хочется фантазировать на эти темы, пожалуйста, представляйтесь, пите, значит, употребляйте что-то там такое и представляйте эту историю. Если она вам так нравится. Но кому-то очень нравится. Почему? Они вспоминают, какой хороший был Михаил Сергеевич, Борис Николаевич. И к нему приходили вот эти волкеры. Помните, в фильме «Иван Васильевич меняет профессию» это шведский посол, да? Крымску волость. Крымску. Крымску теперь переводим на этот язык. Какую-то «Луганску волость». А сегодня, значит, вот кукиш вам, да? Они говорят, ну что-нибудь хотя бы, хотя бы вот что-то обнимают, прижимают. Суркова больше никому не пускают. Ну медали сперли. Вот тут обратная ситуация. Побнимались, побнимались, сперли медали олимпийские. Говорят, а мы еще санкции вам ведем. Какая-то творческая трактовка геополитики. Летальное оружие Украине дадим, чтобы с вашими танками бороться. И они вот как в том таком выражении, да? Плюнешь в морду этим русским, они в драку лезут. Что за безобразие такое? Это что за выражение? Крымску назад делают. Вот что происходит господину Молку. Секунду, 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 секунду. Вам нужно приходить. Никита Олегович, не завидуйте. Евгений Дорыч, здесь история... Креативно, да. Евгений Дорыч, простите за занудство. Но вот Вадим Валерьевичу задан был вопрос. Мы его 4 минуты все очень внимательно слушали. Не прозвучала даже намека на ответ. Вот эти 478 танков, это откуда? Это что за цифры? Вы социолог. Вы как бы с цифрами, не то чтобы на ты. Вы с ними каждый день 24 часа в сутки. Посмотрите на эти прекрасные цифры. Сколько артиллерийских систем, боевых бронеавтомобилей. Неужели, наконец-то, посчитали все? Представляете? Вам только Вадим Валерьевич Трюхан подсказывает сразу же, что это не социология, а разведка. Да, да, да. Вы имеете в виду. Ну, циферки, ваш любимый. Я из самых высоких званий, которые когда-либо есть. Я рядовой советской армии, поэтому могу сказать следующее. Я, конечно, не могу выступать как военный эксперт, это было бы некорректно, по меньшей мере. Но так как человек, который имеет отношение к аналитике, к политической аналитике, я не единожды сталкивался с подобными цифрами. Самые большие цифры, которые я слышал, это 6 тысяч русских танков, которые перешли границу... У реки. Да, у реки. 6 тысяч, это меня впечатлило невероятно. То есть это был год 2014, и поэтому вопрос о цифрах, конечно, это игра слов, не больше. Вопрос, откуда чего берется. Я, во всяком случае, могу ссылаться только на экспертов, мнения которых, причем стоя с другой стороны, я еще когда я на Украине жил, я общался с ребятами, откуда оружие. Вы знаете, в Донецкой области очень большие были, склады хранения. Не забывайте, что было огромное количество постсоветского оружия на Украине. Украина один из крупнейших экспортеров оружия и сейчас остается. Вы что думаете, она новое производит? Очень много оружия, которое было от Советского Союза. А то, что в шахтах, там, в Артемовском, еще где-то, ну, это ребята говорили, сам-то из Донбасса знаю. На консервации, когда пошла первая, когда была Лавайск, это я точно знаю, точно видел какие-то вещи. Даже трофейные пулеметы, подчеркиваю, в масле немецкого производства, там, 44-го, 45-го годов. Это о чем-то говорит. Оружие немерено было. Огромное количество оружия. И вопрос о том, сколько или чего, вопрос заключается в том, можно сколько угодно говорить. Но, насколько я знаю, дивизия – это несколько десятков машин. А нужно подготовить танкистов, нужно подготовить персонал и обслуживание. То есть, на самом деле, для меня пугать цифрами не надо. Я все-таки реально в армии служил, с офицерами общался и понимаю, что такое авиационный полк, что такое танковый полк. Я просто это видел реально, что такое вертолетный полк, когда он в воздухе. То есть, понимаете, физически даже на Украине нет такого количества подготовленных танков. Вот это я могу сказать абсолютно точно. Опять-таки, ссылаясь на мнение экспертов, мнение которых для меня очень важно. Кроме того, подготовленные специалисты, люди, которые могут с этой техникой справляться. А средства ПВО, еще и так далее. То есть, речь шла о том, что на линии соприкосновения, которая несколько сот километров, находятся, ну, здесь цифры близкие к реальности, потому что они подчеркиваются как с украинской, так и с российской, или стороны с любой, или с зарубежной стороны. То есть, что порядка 35-40 тысяч представителей войск ДНР и ЛНР находятся на линии соприкосновения, так или иначе. С украинской стороны, такой показатель на линии разграничения порядка 35-40 тысяч, но более глубоко эшелонированная оборона, порядка 120 тысяч человек. Это, опять-таки, только на официальные источники ссылаясь, то, о чем я говорил. То есть, мы можем говорить, что даже взять во внимание такое количество людей, то есть, такую технику невозможно, ну, людей физически не хватит. А все остальное, безусловно, мы можем сколько угодно говорить о цифрах. Самое главное, самое главное, что нарастает напряжение на линии соприкосновения, это правильно. Я бы акцентировал ваше внимание на одну из фраз Волкера, который сказал, вот как о риске военных действий 80%. Вы знаете, это не пиар. Вот это очень серьезное заявление от серьезного американского чиновника о том, что риск возникновения военных действий, возобновления, извините, составляет порядка 80%. Хотя тоже непонятно, в чем суть серьезности. Откуда он взял эту цифру? Опять-таки, это человек, мнение которого мы цитируем, которые люди, которые имеют отношение к принятию политических решений, которые политическому руководству страны, соответственно, в России и Соединенных Штатах докладывают. В данном случае, то, что Вадим сказал относительно того, что Украина бы участвовала в этом перегоре, я возвращаюсь то, с чего начал и закончил чем. Пока не будет прямых переговоров Киева и Донбасса, о чем-то говорить будет очень сложно. Нужно набраться действительно мужества о том, что здесь есть сторона, которая имеет свои интересы, люди, которые рискуют каждый день, большое количество людей, которые в этой стране имеют свою точку зрения. И вопрос Минска – это действительно риск. Мы даже здесь, в этой студии, говорим об этом очень корректно, потому что мы понимаем, что Минск, безусловно, здесь он не работает. Но если не будет Минска, вот тогда пойдут неуправляемые процессы. И самое страшное, то, к чему я хочу... Неуправляемые процессы – это Донецк захватит Одессу или Мариуполь, поменьше? Вы знаете, я говорю, разные ребята хотят одни выйти на границу, тоже не забывайте об этом, с Ростовской областью. То есть речь сейчас идёт о другом. На самом деле, я бы из этого сделал очень серьёзный, очень тяжёлый вывод. Вот в 21 веке два самых крупных славянских народа находятся в состоянии конфликта огромного количества людей. Я это буду на каждом эфире повторять и говорить, вот это самая страшная трагедия, это самая страшная проблема. И в гражданских войнах не бывает победителей. Ни одна революция, ни одной стране ничего толкового никогда не принесла. А в этом гражданском конфликте и противостоянии мы каждый день теряем людей, мы каждый день теряем самое дорогое, что есть. И самое главное, помимо экономического потенциала человеческих жизней, перспектива уходит. И на этой братоубийственной войне точно уж никто не выиграет. А если говорить об американцах, они в данном случае являются как бы модераторами, пытаются быть модераторами процесса, учитывая то, что в Европе сейчас опять отложенная неразбериха, связанная с новой коалицией в Германии, с позицией Франции и все. На самом деле ситуация очень сложная, риски возникновения конфликта очень высоки. Количественное соотношение войск не имеет значения. Имеет значение то, что, не дай бог, опять начнется горячая стадь, это десятки тысяч погибших людей. Вот это самое страшное, что есть. Понятно. Спасибо. Пожалуйста. Сначала по Собчак. Я постараюсь разъяснить без эмоций. Ну, она поехала туда искать денег на избирательную кампанию, поэтому и звучат вот эти вот важные моменты. «Перестройка», которую там очень любит, поскольку любит Горбачева, поэтому она и на английском языке выступает. Леонид Иванович, не перебивай. Леонид Иванович, что ж происходит, Леонид Иванович? В опломбированном вагоне повезет. Значит, скажу, вот начинайте. Леонид Иванович, видимо, депутаты Государственной Думы от КПРФ не знают иностранных языков. Но я вам напомню, что на иностранном языке даже президент России Путин выступает на немецком. Тот, который знает, в общем, видимо, неплохо, поэтому упрек я бы здесь не засчитывал в отношении Собчак. Относительно Украины. Ну, давайте поймем о том, о чем сказал Аваков. Ничего нового он не сказал. Все отлично понимают, русские там есть, неважно их сколько. Американцы помогают Украине. Тоже понятно, несмотря на то, что вроде как все пытаются прикрывать эту историю. Но минские соглашения не работают. Минские соглашения не работают, о чем я вам говорил здесь недавно. Необходимо искать новый формат. Значит, относительно встречи Волкер-Сурко в Белграде. Ну, смотрите, за такими ритуально-постными заявлениями о мире, которые мы любим слушать, и Чемберлен в 1938 году тоже вот об этом рассказывал, и таких сердечных тонов, которые там присутствовали, и, видимо, эта переговорная площадка еще определенным образом останется, потому что хоть какая-то нужна. Очевидно, там шаг назад, о чем говорили, или много шагов назад, или, как в той песне поется, сколько шагов назад, очевидно, прогресса здесь никакого не существует. Что происходит на Украине? Значит, Украина не готова вернуть Ордло, это все отлично понимают. Украина не готова к той сделке, которую, возможно, ведет сейчас Россия с Соединенными Штатами Америки. И Аваков очень правильно поднимает вопрос Будапешта 1994 года. Фактически это был кидок со стороны Запада Украины в 1994 году, и он намекает на то, ребята, вы нас подставили тогда, не дадим подставиться и сейчас. Он же отлично понимает, что если сейчас Минск превратится в Будапешт, то от Украины ничего не останется, и поэтому он дает этот месседж и Западу. А вы же юрист, Никита Олегович? Кандидат юридических наук. Не ратифицирован ни одним из подписавших его государств. В том числе Украиной. Значит, это действительно не имеет никакого значения. В историографию он уже вошел, как документ, который отказал Украине в ядерном оружии. Секундочку. Я продолжу. Иными словами, сейчас происходит ситуация, что Украина пытается выбить эту сделку между Россией и Соединенными Штатами Америки после того, как Россия неплохо отбомбилась в Сирии и сейчас пытается выстраивать там свою геополитическую ситуацию. Понимая, что сейчас в сделку, в расход может пойти Украина, эта ситуация вот таким образом выстраивается. Соответственно, нагнетаются эти настроения. Что происходит на линии соприкосновения? Мне не очень понятно, когда вот мы так ни пяди своей земли не отдадим, хоть чужое не надо, два села взяли, у нас Басурин делает миротворческие заявления по этому поводу. Эксперты все говорят о том, ну, эта Украина, видимо, попала в тупиковую ситуацию, видимо, какие-то красные линии будем или не будем отвоевывать, тоже непонятно. Никита Олегович, как надо. Я хочу сказать, Россия не готова сейчас воевать и не готова поддержать эти республики. Ровно потому, что армия Украины 2014 года, когда ее просто не было, и армия Украины 2017 года, которая поддержана и вооружением, уже поставленным на территорию Украины, и вооружением будущим, которое будет поставлено, и эти переговоры, которые сейчас идут, лишь только подчеркивают этот момент. Россия не будет ничего делать. Более того, впереди у нас маячат президентские выборы, и Путину совершенно точно сейчас не нужно никакой горячей фазы здесь в этом отношении, рядом со своими границами. Он отлично понимает, что Украина может этот момент использовать, а России сейчас не нужно. России, по большому счету, поддержка Юго-Востока Украины нужна для того, чтобы держать на привязи Украину в целом, как таковую. Ровно об этом мы говорим о несуществующей невероятной федерализации. Которую мы заявляем. Потому что если мы упустим сейчас Украину с Ордло, без Ордло, мы можем потерять и Россию. Мы отлично это понимаем, и все исторические заявления об этом говорили. Ровно поэтому я хочу сказать следующее, что нам же сейчас напомнят и малазийский Боинг, если сейчас начнется какая-то история там. А сейчас начнется в Болландии, скоро начнется... Да, они сейчас вернутся с этим судом, они поднимут все эти весты. Ровно поэтому сейчас переговорный процесс между Сурковым и Уолкером во многом остановился. Ровно поэтому наша задача искать новые форматы. Если мы их не найдем, то я боюсь, что, к сожалению, горячая фаза возможна. И 80% могут оказаться гораздо больше. Единственное, что определенно, это что Исаев не Сурков. Да, и не читал Никита Олегович, информационное агентство встреча Суркова и Волкера состоится в начале декабря. Но так уже объявили и один, и другой. Что касается, потеряли Украину, не потеряли. Вопрос, конечно, спорный. 61% тех, кто считается украинской молодежью, обвиняют во всем, что происходит на Украине. Это ту самую пресловутую агрессию. Субтитры создавал DimaTorzok